В эфире программа «Голос Америки. Религия в нашей жизни». Продолжаем передачу. В конце марта в Москве члены Священного Синода Московской Патриархии созвали пресс-конференцию, чтобы объявить планы предстоящего празднования Тысячелетия Крещения Руси. Было сообщено в частности, что в начале июня на Поместном Соборе Русской Православной Церкви следующие девять праведников будут причислены к лику святых. Князь Дмитрий Донской, иконописец Андрей Рублев, монах Максим Грек, митрополит московский Макарий, старец Паисий Веричковский, блаженная Ксения Петербургская, епископ Игнатий Брончанинов, епископ Феофан Затворник и оптинский старец Амброси. Начиная с настоящего выпуска программы «Голос Америки. Религия в нашей жизни», мы будем знакомить вас с жизнеописанием этих угодников Божиих. Сегодня мы расскажем об оптинском старце Амбросии. Сперва несколько слов о том, что такое старчество. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Русская православная церковь В Домонгольском бремени мы встречаем первых страстотерпцев и преподобных основателей первых монастырей, колыбелей русской духовной жизни и культуры. В период татарского нашествия Иига на Руси прославляются первые святые князя, великие московские святители и, конечно, преподобный Сергий Радонежский с его учениками, распространившими иночество на русском севере. В России во все эпохи почитались Христа радио-юродивые, которых можно было встретить вплоть до самой революции 1917 года. И Петровская эпоха была богата святыми, такими как Дмитрий Ростовский и Тихон Задонский. Один из самых любимых на Руси видов святости было старчество, одно из стариннейших монастырских установлений, заимствованное Россией у Востока. Старец — это монах, наделенный особым даром Святого Духа и ставший для других наставником, водителем на пути к духовному совершенству. Возможность стать старцем зависит не от взятого на себя определенного монашеского послушания, не даже от ревностного стремления к Божьему делу, но исключительно от духовного облика человека, преображенного благодатью. В монастыре старец не касается ни управления, ни власти. Он не избран, не поставлен кем-либо, кроме самих обстоятельств. Его духовный навык, молитвенный образ жизни и самоотречение делают его старцем. Старец невольно притягивает к себе всякую душу, ищущую Бога, так как в нем самом ощущается присутствие Божие. Несмотря на то, что вначале старчество было установлено сугубо монастырское, рожденное монастырскими требованиями, позднее оно распространилось далеко за стены обители и приобрело более широкое значение. В таких случаях, как, например, Обтыня-пустынь, толпы народа стекались к ее старцам. Исполненный милости Божией, старец выслушивает покаянные признания народа, призывает к христианскому совершенству и направляет на путь Божий. По выражению одного религиозного мыслителя, старцы призывали ирудский народ смотреть в небо поверх куполов и дивных соборов, то есть, отрываясь от формальности, жить внутренней жизнью, стремиться к Богу, не только во внешнем поклонении ему. Старцы старались научить смирению, прощению и управлению своей волей. Кельи старцев, по меткому выражению одного писателя, были своего рода университетскими кафедрами, где народ получал духовное образование. Влияние старцев было и остается огромным. Русские старцы никогда не были отделены плотной стеной от мира, его нужд и страданий. Их кельи были всегда открыты для всех ищущих помощи, что, однако, не мешало старцам быть ни от мира сего, в евангельском смысле этого слова. Влияние старцев распространилось в России не только на определенные слои общества. Напротив, старчество явилось центром духовной жизни всех верующих, народным источником, где каждый мог черпать живую воду благодати. Старчество существовало в русских монастырях гораздо раньше XIX века. Вспомним, например, преподобного Сергия Радонского, святого Кирилла Белозерского, великого старца Нила Сорского, святителя Тихона Задонского и других. Но как школа, имеющая твердое обоснование в святоотеческой и подвижнической литературе, старчество было введено монахом Паисием Величковским на пороге XIX века. Замечая в то время отсутствие опытных в духовной жизни наставников, старец Паисий принял на себя труд перевода с греческого на славянский язык многих святоотеческих подвижнических книг, добротолюбия и исправления прежних ошибочных переводов. В Молдавии, в монастыре Нямце, ныне действующей в Румынии обитель, Паисий собрал многолюдное иноческое братство, послужившее образцом для русских монастырей. Обладая особым даром организации и объединения, он создал в своем монастыре духовно-просветительский центр, как бы опытную академию духовной жизни, где воспитывалось немало будущих русских старцев, распространивших учения и заветы старца Паисия Величковского по русским монастырям. Между прочим, несколько лет назад архиерейский синод Русской зарубежной церкви одобрил местное почитание Паисия Величковского как святого в свято-илинском скиту на Афоне, скит, который в XVIII веке старец Паисий основал. В июне нынешнего года на Поместном соборе Русской Православной Церкви Паисий Величковский, наряду с его семью другими праведниками, будет причислен к лику святых. Подробнее о жизни Паисии Величковской мы расскажем в одном из будущих выпусков религиозной программы «Колоса Америки». Из всех опнинских старцев, самый известный, стяжавший наибольшую славу, был старец Амбросси. Александр Михайлович Гринков, будущий отец Амбросси, родился 21 или 23 ноября 1812 года в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской губернии. Окончив духовное училище, он затем прошел курс в духовной семинаре. Однако он не пошел ни в духовную академию, ни в священники. Он как будто чувствовал в душе своей особое призвание и не спешил пристроить себя к определенному положению, как бы ожидая зову Божию. Некоторое время он был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого духовного училища. Обладая живым и веселым характером, добротой и остроумием, Александр Михайлович был очень любим своими товарищами и состуживцами. В последнем классе семинарии ему пришлось перенести опасную болезнь, и он дал обет постричься в монахе, если выздоровеет. По выздоровлению он не забыл своего обета, но несколько лет откладывал его исполнение, жался, по его выражению. Однако совесть не давала ему покоя, и чем больше проходило времени, тем мучительнее становились укоры совести. Однажды, будучи в Липецке, гуляя в соседнем лесу, он остановился на берегу ручья и расслышал в его журчании слова «Хвалите Бога! Любите Бога!» Он молился Божьей Матери направить его в волю. Вообще он не обладал настойчивой волей и уже в старости говорил своим духовным детям, «Вы должны слушаться меня с первого слова! Я человек уступчивый! Если будете спорить со мной, я могу уступить вам, но это не будет вам на пользу!» Изнемогая от своей нерешительности, Александр Гринков, будущий старец Амброси, отправился за советом к проживающему в Липецке известному подвижнику Илариону. «Иди в Оптину!» — сказал ему старец, — «и будешь опытен!» Гринков послушался. Осенью 1839 года он прибыл в Оптину пустынь, где был ласково принят знаменитым старцем Львом. Вскоре он был пострижен с именем Амброси, затем был рукоположен в Иеродиакона, позднее — в Иеромонаха и через некоторое время принял схему. Когда старец Макарий начал при Оптине издательское дело, отец Амброси, окончивший семинарию и знакомый с древними и новыми языками, он знал пять языков, был одним из его ближайших помощников. Занятие по подготовке к печати аскетической литературы послужило хорошей подготовкой к его будущему старчеству. Все обещало молодому иноку большой успех на научном поприще, но Бог судил иначе. Скоро после своего рукоположения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и продолжительна, что навсегда подорвала здоровье отца Амброси и почти приковала его к постели. Вследствие своего болезненного состояния он до самой своей кончины не мог совершать литургии и участвовать в длинных монастырских богослужениях. Постигшая отца Амбросия тяжелая болезнь имела для него провиденциальное значение. Она составила его глубже уйти в себя, лучше понять и самого себя, и человеческую природу. Впоследствии отец Амбросий любил говорить, монаху полезно болеть, и в болезни не надо лечиться, а только подлечиваться. Помогая старцу Макарио в издательской деятельности, отец Амбросий и после смерти старца продолжал заниматься книжным делом. Под его руководством были изданы Лествица преподобного Иоанна Лествичника, письма и жизнеописания его наставника отца Макария Оптинского и ряд других книг. Но неиздательская деятельность была средоточием трудов отца Амбросия. Его душа искала живого, личного общения с людьми, и он скоро стал приобретать славу опытного наставника и руководителя в делах не только духовной, но и практической жизни. Он обладал необыкновенно живым и проницательным умом, просветленным постоянной сосредоточенной молитвой, вниманием к себе и знанием святоотеческой и аскетической литературы. По благодати Божией его проницательность переходила по временам в прозорливость. Своей прозорливостью старец удивлял многих и располагал их сразу и всецело отдаваться его руководству, в уверенности, что батюшка, отец Амбросий, лучше их знает, в чем они нуждаются и что им полезно или вредно. Острота ума и прозорливость совмещались в старце Амбросии с нежностью сердца, благодаря которой он умел облегчать горе и утешать скорбную душу. Со всеми качествами своей богато одаренной души, отец Амбросий, несмотря на свою постоянную болезнь, умел давать наставления в такой простой и шутливой форме, вместе с тем наглядной, что они легко и навсегда запоминались с каждым слушающим. Старец не делал никакого различия между людьми. Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним. Петербургский сенатор и старая крестьянка, профессор университета, аристократы, мещане, Достоевский, Леонтьев, Розанов, Толстой, Соловьев. Для каждого у старца Амбросия находилось соответствующее полезное слово, указывающее ему наилучший выход из того или другого трудного положения. Старец никогда не отделывался шаблонными фразами. Его слова всегда носили индивидуальный характер, всегда сообразовывались с особенностями данного лица. И с чем только не приходили к нему. Протеерей Сергий Четверяков, автор изданной в Париже в 1926 году книги «Оптина пустынь», рассказывает. Приходит к нему молодой священник, год тому назад назначенный по собственному желанию на самый последний приход в епархии. Не выдержал он скудостей своего приходского существования и пришел к старцу просить благословения на перемену места. Увидев его издали, старец закричал «Иди назад, отец! Он один, а вас двое!» Священник, недоумевая, спросил старца, что значат его слова. Старец ответил «Да ведь дьявол, который тебя искушает, один, а у тебя помощник, Бог!» «Иди назад и не бойся ничего! Грешно уходить с прихода! Служи каждый день литургию, и все будет хорошо!» Обрадованный священник воспрянул духом и, вернувшись на свой приход, терпеливо повел там свою пастырскую работу и через много лет прославился как второй старец Амброси. Одна крестьянка со слезами просила научить ее, чем кормить порученных ей господских индюшек, чтобы они не дохли. И старец, расспросив, как она их кормит, дал ей соответствующее наставление. Когда ему указывали, что он напрасно теряет с ней время, он отвечал «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь, от них зависит ее душевный покой. А душа ее так же драгоценна, как и душа человека с более высокими запросами». Отец Сергий Четвериков вспоминает, как ему пришлось идти из Козельска в Оптину пустынь с одной старушкой, городской мещанкой. И она рассказала. «У меня был сын, служил на телеграфе, разносил телеграммы. Батюшка знал и его, и меня. Сын часто носил ему телеграммы, а я ходила за благословением. Но вот сын мой заболел чахоткой и умер. Пришла я к батюшке. Мы все шли к нему со своим горем. Он погладил меня по голове и говорит. Оборвалась твоя телеграмма. Оборвалась, говорю, батюшка, и заплакала. И так мне легко на душе стало от его ласки, как будто камень свалился». Эта нежность и сердечность старца Амбросия произвели неизгладимое впечатление на Достоевского, писавшего. До того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость, уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадать, с чем тот пришел. Почти все, входившие в первый раз к старцу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными. Лев Толстой после беседы с отцом Амбросием радостно сказал. «Этот отец Амбросий совсем святой человек. Поговорил с ним и как-то легко и отрадно стал у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога». Другой писатель Евгений Постелянин говорил. «Меня поразила его святость, которую я чувствовал, не разбирая, в чем она, и та непостижимая бездна любви, которая, как следствие его святыни, была в нем. И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев – благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие на их долю тягостей, в чем бы они ни состояли». Василий Розанов в свое время писал. Все это очень характерно. Отец Амбросий, очевидно, принадлежал к тому разряду людей, которых мы назвали бы озаренными благодатью, которые, подобно вершинам гор, освященных солнцем среди еще затуманенных долин, высадятся над средним уровнем людей, являясь для них истинными благотворителями. Василий Розанов на своем образном языке называет таких людей «святой тип», как бы «разлитый в человечестве», «лурд», откуда исходят здоровье, веселье, облегчение жизненных тягот. Благодеяние от него льется духовное, да, наконец, и физическое. Все поднимаются духом, только взирая на него. Самые принципиальные люди посещали его, отца Амбросия, и никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма и не потускнело. Внешняя жизнь старца Амбросия в Оптинском скиту хорошо описана процитированным нами писателем Евгением Поселяниным в довреляционной книге «Русские подвижники XIX века». Поселянин, в частности, пишет. День его, отца Амбросия, начинался часа в четыре-пять утра. В это время он звал к себе келейников и читалось утреннее правило. Оно продолжалось более двух часов, после чего келейники уходили, а старец, оставшихся один, предавался молитве и готовился к своему великому дневному служению. С девяти часов начинался прием, сперва монашествующих, затем мирян. Прием длился до обеда. Часа в два ему приносили скудную еду, после которой он час-полтора оставался один. Затем читалось вечернее, и до ночи возобновлялся прием. Часов в одиннадцать совершалось длинное вечернее правило, и не раньше полуночи старец оставался наконец один. Отец Амбросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правило, должен был стоять в другой комнате. Однажды один монах нарушил запрещение и вошел в келью старца. Он увидел его сидящим на постели с глазами устремленными в небо и лицом, осеянным радостью. Между часами, отданными посетителям, старцу Амбросию нужно было найти время для разборки и писания многочисленных писем, приходивших к нему из всех углов России. Ежедневно приходило от тридцати до сорока писем. Небольшая часть писем, написанных отцом Амбросием, была издана, но большая часть, хранившаяся в Оптине, погибла вместе с монастырем, вскоре после Октябрьского переворота. «Как жить?» — был вопрос, часто задаваемый отцом Амбросию в письмах и при встречах. Нередко ласковой шуткой отвечал он на это людям. «Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем — мое почтение. Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно». «Мы должны жить так на земле, как колесо катится, чуть только одной точкой касаться земли, а остальными непременно стремиться вверх. А мы как наляжем на землю, так и встать не можем». «Человек, как жук», — говорил отец Амбросий Оптинский, — «когда день и играет солнце, летит он, гордится собой и жужжит. Все мои леса, все мои луга, все мои луга, все мои леса». «А как солнце скроется, дохнет холодом и загуляет ветер, забудет жук свою удаль, прижмется к листику и только пищит». «Не спихни!» О раздражительности, в которой люди стараются иногда найти оправдание, ссылаясь на нервы, Сарис говорил, «Никто не должен оправдывать свою раздражительность какой-нибудь болезнью, она происходит только от гордости. Грехи, как грецкие орехи, скорлупу раскроешь, а зерно вынуть труднее. Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с помощью Божией человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не упускать случая быть полезным ближним». Так, в течение более тридцати лет, изо дня в день, старец Амбросий совершал свой подвиг наставлений людей, приходивших к нему со всех концов России. В последние десять лет своей жизни он взял на себя еще одну заботу – основание и устройство женского монастыря в Шамардине, неподалеку от Оптиной, где, кроме тысячи монахинь, имелись еще приют и школа для девочек, богодельная и больница. Скончался старец Амбросий 10 октября 1891 года. На мраморном надгробье были выгравированы слова апостола Павла из первого послания к Каримфинам, точно выражавшие смысл жизненного подвига старца Амбросий. «Для немощных был как немощной, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы, по крайней мере, спасти некоторых». Мы познакомили вас с жизнеописанием Оптинского старца Амбросия, которого Московская Патриархия намерена причислить к лику святых на предстоящем в июне в Поместном Соборе Русской Православной Церкви. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». Переходим к нашей серии «Смысл и структура всеношного бдения», которую в последнее время мы вынуждены были прервать из-за специальных предпасхальных и пасхальных передач. Кульминационным моментом всеношного бдения является чтение отрывка из Евангелия о воскресении Христа из мертвых. По уставу Церкви до чтения Евангелия положено несколько приготовительных молений. Сравнительно продолжительная подготовка молящейся к чтению Евангелия объясняется тем, что Евангелие является, так сказать, книгой со семью печатями и камнем преткновения для тех, кого Церковь не научит ее понимать и внимать ей. Кроме того, святые отцы Церкви учат, что для того, чтобы извлечь максимальную духовную пользу из чтения Священного Писания, необходимо христианину прежде помолиться. В данном случае этому и служит молитвенное введение в чтение Евангелия на всеношной. Молитвенное приготовление к евангельскому чтению состоит из следующих литургических элементов. Сначала Диакон говорит «вонмен», то есть «будем внимательны», и «премудрость». Затем следует «прокимен» того Евангелия, который будет читаться. Прокимен, как мы уже говорили в прежней беседе, является кратким изречением из Священного Писания, обычно из какого-либо псалма, который читается вместе с другим стихом или несколькими стихами, дополняющими мысль Прокимна. Прокимен и Прокимные стихи возглашаются Диаконом и повторяются хором трижды. После Прокимна продолжается молитвенный диалог между священнослужителями и хором следующим образом. Господу помолимся, Господи помилуй, якорь свят, если Божий наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Всякое дыхание дохвалит Господа. Всякое дыхание дохвалит Господа. Словословием «яка святиси» и пением «всякое дыхание дохвалит Господа» заканчивается полиэлей, то есть торжественное хвалебное введение к слушанию Евангелия. Это словословие в сущности имеет такой смысл. Пусть «всякое дыхание», то есть «все, что имеет жизнь», хвалит дающего жизнь Господа и освященных и прославленных им святых. Далее мудрость, благость и святость Господа, Товарца и Избавителя всякой твари, разъясняется и проповедуется святым евангельским словом. Премудрость «прости» услышим святаго Евангелие. Слово «прости» значит «прямо». Это слово является приглашением стоять прямо, почтительно, с благоговейной и душевной прямотой выслушать Слово Божие. Поэтому возглас «премудрость» «прости» услышим святаго Евангелия можно было бы перевести примерно так. Стоя прямо, будем внимать премудрости святого Евангелия. Мир необходим для достойного слушания Слова Божия, но и само слушание его приносит мир. Мир этот, как средство слушания и как следствие его, посылается молящимся священническим благословением в словах «Мир всем». Затем, после повторного предложения быть внимательным, вонмием, следует чтение самого Евангелия. Об этом мы поговорим в следующем выпуске нашей программы. Мы передавали очередную беседу из нашей серии «Смысл и структура всеношного бдения». И на этом заканчиваем данный выпуск программы «Голос Америки. Религия в нашей жизни». Программу составил и вел священник Виктор Потапов. С Богом, дорогие радиослушатели! Субтитры создавал DimaTorzok